На первый урок в этом учебном году учащихся школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова провожал целый хор колокольчиков. Один большой, общешкольный и 75 маленьких. Именно столько первоклассников пришли учиться в 13-ю школу, и каждому из них 11-ти классники подарили по колокольчику. День знаний 2 сентября собрал на общешкольную линейку так много народа, что все не смогли поместиться на территории перед школой. 13-я Наумовская школа – одна из самых многочисленных в Буе. Здесь обучается 680 учащихся. На линейку они пришли с родителями, бабушками, дедушками и с друзьями. Все нарядные и с красивыми букетами цветов. Учащихся педагогов и родителей приветствовали почетные гости праздника. 2 сентября 2019 года на этой линейке приветствовали и чествовали сразу двух директоров школы. Для меня, наверное, настоящий подарок судьбы – встречать День знаний в легендарной школе с более чем 100-летней историей. Потому что педагогический коллектив 13-й школы действительно из первоклашек, милых, красивых, делает ребят, выпускников, наделенных знаниями, компетенциями и умением подготовиться к взрослой жизни. И поэтому я хотел бы сказать огромное спасибо всему педагогическому коллективу за ваш напряженный каждодневный труд, когда зачастую и семья на второй план уходит, а на первом плане ребята – дети. Я хотел бы сказать слова особой благодарности Надежде Анатольевне за то, что на протяжении 20 лет она уверенно возглавляла замечательный педагогический коллектив и за годы развития школы более 80 медалистов действительно прославляли Буйскую землю. Я хочу пожелать новому руководству школы, я хочу пожелать Ларисе Владимировне успехов в этом нелегком пути, потому что встают новые задачи, президент ставит новые задачи и нам вместе их решать. Уверен, что новый учебный год действительно станет замечательным и успешным для ребят. Выпускники подготовятся успешно к поступлению в взрослую жизнь, а первоклассники получат навыки и уверенность в том, что именно в 13-й школе их ждет хорошее будущее. Успехов, всего самого хорошего и в добрый путь, ребята! Уважаемая Надежда Анатольевна, Лариса Владимировна, дорогие ребята, родители, сегодня действительно знаменательный день. Сегодня почти 70, больше 70 первоклассников пришли первый раз в эту школу. Школа действительно имеет богатую историю. Школа подготовила огромное количество выпускников, которыми гордится и школа, и город, и прежде всего гордятся ими родители. Мне хочется сегодня пожелать вам, чтобы вы действительно постигали науку жизни, набирались знаний и всегда с гордостью вспоминали, что вы учились в 13-й школе. Всегда с благодарностью вспоминали своих учителей, которые все делают для того, чтобы вы действительно получили хорошее знание и стали настоящими гражданами нашей великой страны России. Хочется пожелать новому директору успехов и продолжать лучшие традиции 13-й школы. Хочется сказать большое спасибо Надежде Анатольевне. Все-таки 20 лет это огромный срок. Руководить в непростое время, время перемен, вести корабль в 13-ю школу к дальнейшему развитию. Хочется сказать большое спасибо учителям этой школы, ветеранам педагогического труда. Ну и пожелать всем родителям, бабушкам, дедушкам, впереди у вас тоже начался новый учебный год. Всем терпения и помогайте своим детям постигать науку, науку знаний и науку жизни. Хочется пожелать выпускникам успешной сдачи государственных экзаменов и найти себе хорошую, правильную дорогу в жизни. Всем спасибо, с праздником! Впервые на такой линейке в качестве гостя присутствовала Надежда Анатольевна Шмидт, проработавшая в школе 30 лет, 20 из которых она возглавляла школу. И саму Надежду Анатольевну и ее преемницу Ларису Владимировну Смирнову собравшиеся приветствовали бурными аплодисментами. Уважаемые друзья, дорогая моя 13-я, 20 лет 1 сентября, ну может быть 2-го, в зависимости от календаря, я говорила всем с новым учебным годом и приглашаю вас в учебные классы. Сегодня я себе примерила совсем другую роль. Роль почетного гостя среди всех сегодняшних гостей. Ну, нравится мне роль почетного гостя, хотя надо сказать, что со слезами на глазах. Я хочу обратиться к каждому из вас. Вот пробежалась глазами по всей большой площади и поймала себя на мысли. Вот она когда-то получала из моих рук аттестат, а сегодня привела ребенка в школу. Вот эта мамочка когда-то учила свою здесь дочь или сын, а сегодня привела внука или внучку. Это все называется жизнь. Жизнь идет своим чередом. И в жизни есть две вещи. Изменчивость и наследственность. Вот это нашей 13-й всегда было свойственно. И я обращаюсь к детям. Но сначала, конечно, к 11-м классам. Вы у нас просто замечательны. У вас есть все возможности стать одними из самых ярких и самых замечательных выпусков истории нашей школы. Чувствуете, какой аванс я вам выдаю сегодня. Я вам искренне желаю, пусть мечта, о самых высоких баллах на ЕГЭ, о дружбе, о любви, о хорошей профессии, ну, наверное, о счастливой судьбе. Пусть ваши мечты сбываются. Я обращаюсь к первоклассникам, но даже не к самим первоклассникам. Они, наверное, еще не все понимают, что сегодня здесь происходит. Скорей к их родителям, уважаемые родители, вы не бойтесь, вы одолеете школьную программу. Вы просто уберите страх, и у вас с вашими детьми все получится. И всем дорогим, большим и маленьким, удачного учебного года и, конечно, добра и любви. Но поскольку я говорила о преемственности, Лариса, Ланя, иди сюда. Меняется поколение детей. Мы выпустили в прошлом году замечательный выпуск. И я искренне верю, что и получили замечательных первоклассников. Меняется поколение учителей, меняется поколение администрации. Уважаемая Лариса Владимировна, я 20 лет символически, день самоуправления, передавала школу своему дублеру. Вот сегодня речь идет не о дублере, сегодня речь идет о преемнике. И мне хочется пожелать нам всем, чтобы наша ни с кем не сравнимая и очень узнаваемая 13-я наумовская школа сохраняла этот статус. Удачи вам, дорогая, на этом посту. С днем знаний и спасибо всем за сотрудничество, за дружбу. И пусть она будет. Спасибо. Слово предоставляется директору нашей школы Ларисе Владимировне Смирновой. Еще раз доброе утро, дорогие дети, уважаемые родители, коллеги и гости сегодняшнего праздника. Я уже неоднократно говорила, и сейчас еще раз повторю, и пусть это звучит сегодня как клятва, расценивайте, пожалуйста, так. Но я готова продолжить все традиции 13-й школы. Действительно, нам есть чем гордиться. Это качество образования, это традиции патриотического воспитания, это формирование здорового образа жизни и многое другое. Но вместе с традициями мы встаем и на новый путь развития. Я сейчас говорю о внедрении в нашей школе на более высоком уровне информационно-коммуникационных технологий. В прошлом учебном году в составе Костромской области наша школа приняла участие в конкурсе «Нацпроект образования». И поэтому к 2021 году на базе нашей школы будет открыт современный центр цифрового образования, который смогут посещать все желающие дети. Он будет называться «АйТи Куб». Дорогие первоклассники, я вам желаю, чтобы школа была вашей второй семьей, чтобы с радостью такие красивые и с улыбками приходили к нам каждый день. Дорогие старшеклассники, пусть этот год станет для вас насыщенный для подготовки к выпускным экзаменам. Для всех детей я хочу пожелать море пятерок, море впечатлений от воспитательных мероприятий. Пусть у нас все получится. Уважаемые коллеги, ветераны педагогического труда, с новым учебным годом. Коллеги, я вам желаю творческих начинаний, успехов, чтобы у нас все с вами получилось. Ну и в продолжении традиций, о которых я сегодня говорила, мы на линейке чествуем похвальными листами старшеклассников, которые сегодня у нас последний раз получают такой похвальный лист, и детей, которые первый раз будут награждены похвальным листом за отличные успехи в учении. Сейчас, дорогие дети, произойдет историческое событие. Приказ о награждении похвальным листом подписан в мае, но по нашей традиции мы их вручаем на линейке 1 сентября. Поэтому вам сейчас будет вручать два директора школы похвальные листы. Надежда Анатольевна, я вас попрошу помочь. Знаний лучшие ученики по традиции награждаются похвальными листами. Как уже было сказано, отличники учебы получали награды из рук сразу двух директоров. В праздничной программе приняли участие десятиклассники, первоклассники, которые еще перед началом учебы выучили стихи и приходили на репетиции, вокалисты и даже сказочный персонаж Баба Яга. И, конечно, одиннадцатиклассники, представившие в танце «Связь времен». Этот школьный день знаний последний у выпускников одиннадцатого класса. Классные руководители уже в 2020-м выпустят своих принцов в большую жизнь. Самые младшие школьники первоклассники гордо прошагали в школу в сопровождении выпускников. За ними проследовали ученики всех остальных классов. Учебный год начался. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok